Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Начнем с темы не теряющей актуальности с начала мая. Строительство нового путепровода на новом рынке. Так вот, на этой неделе, а именно в четверг, в районе Дома Абыта начали строить второе по счету разворотное кольцо для трамваев. Это значит, что на электротранспорте можно будет максимально близко доехать до самого путепровода, да и время на дорогу, до работы и дома у горожан сократится. Подробности в сюжете. Где были рельсы, прорастет трава. По ту сторону нового рынка разбирают трамвайные пути, чтобы чуть ниже проложить второе разворотное кольцо. Там, где будет новое кольцо, сейчас снимают асфальт. И, кстати, второе кольцо будет длиннее первого у торгового центра «Пионер». То 155 метров, это 189. Местность имеет уклон. И, то есть, все расчетные данные, как показали, как нам нужно, какие углы соблюсти. Чтобы соблюсти плавность выхода из главного пути и вход в главный путь после разворота, именно такая длина и получается. Асфальт рвут трактором. Здесь готовят котлован под шпалой рельсы. Сегодня же начнут установку новых опор. По словам главного инженера «Горэлектротранса», второе кольцо из-за длины затратнее, но обойдется дешевле, так как используют материалы, сдемонтированных на мосту путей. Оба разворотных кольца почти восстановят единую трамвайную линию по проспекту Ленина. Ведь 1 июля на это кольцо уже должен заехать маршрут номер 3. Добираться в центр по рельсам в обход автопробок будет проще, а пересадка не отразится на кошельке, объясняет в мэрии. Люди также будут доезжать на трамвайном маршруте номер 3, переходить по пешеходной связи. И уже со стороны торгового центра «Пионер» у нас курсирует трамвайный маршрут номер 1 и номер 4, где они могут воспользоваться как раз пересадочным тарифом в течение 100 минут, бесплатной пересадкой. Карту с пересадочным тарифом уже купило 140 человек. А с появлением второго кольца, полагают в мэрии, желающих станет больше, ведь пользоваться пересадкой будет удобнее. Анастасия Дороган, Алексей Ферезин. День с толком. На этой неделе мы вновь отправились на Барнаульскую набережную, которая уже исполнилась 4 года. Пару недель назад Анастасия Наборщикова проверяла, как выглядит туркластер сейчас. Оказалось, что общественные туалеты в ужасном состоянии. Все нормы СанПина нарушены. Редакция «Толка» отправила официальный запрос городским властям, чтобы узнать причину проблем. Подробности у Анастасии. Мы на Барнаульской набережной, хотя были здесь не так давно, в эфир вышел сюжет о биотуалетах. Тогда были нарушены нормы СанПина. На кадрах нет бумаги, мыла и даже воды в умывальниках. Мы решили продолжить тему и запросили официальный ответ чиновников. Всего было 5 вопросов. Первый – кто вообще занимается уборкой биотуалетов? Ответ такой – городская организация, которая в прямом подчинении у барнаульских чиновников. У нас была проблема, не хватало кадрового персонала, а именно уборка уборщика в служебном помещении. Уборка на набережной уже началась? Да, в течение дня человек находится на своем рабочем месте. Туалетная бумага не пропадает? Не, а вот на том туалете пропадает. Здесь-то мы сидим, следим, а там, да, там и ломают. Вообще убираются здесь каждые 2 часа. Смена уборщика с 10 утра и до 9 часов вечера. Значит, минимум 5 раз в день здесь наводят уборку. Сейчас здесь появилось даже мыло и вода. Вот, запускаем, все льется. Туалетная бумага тоже есть. И это, кстати, следующий вопрос. Сколько мэрия тратит на содержание всего этого? По финансированию порядка 300 тысяч. Но это не только на данные туалеты. Нам сказали так. 300 тысяч – это работа осенизаторов, закупка бумаги, жидкого мыла и средств для уборки. 300 тысяч – это сумма на полгода, то есть 50 тысяч рублей в месяц. Кстати, этот стенд мы показывали в прошлом сюжете. Здесь указана переработка вторсырья, раздельный сбор стекла и пластика. Этот вопрос мы тоже задали мэрии, чтобы узнать подробности. В прошлом году и ранее такие контейнеры были установлены. Но сейчас мы ведем с ними переговоры, и они готовы установить данные контейнеры. А когда вы не знаете? Я человек новый, не готов сказать. Смотрите сами. На набережной 4 бака. Нет никаких наклеек, поэтому куда скидывать стекло, куда пластик, лично мне непонятно. Но мусор вывозят. И идет ли переработка, тоже неизвестно. И тут, наверное, важно перенять все-таки опыт других городов. У нас сейчас на связи бывший корреспондент телеканала «Толк» Андрей Дреер. Привет, расскажи и покажи, как правильно. Вот стоят баки за моей спиной. Какие-то для смешанных отходов, то есть для традиционного мусора, который вы сюда отправляете. И какие-то для вторсырья, стекло, пластик, бумага, металл. И вот этот контейнер специализированный сейчас не забрали, потому что его заберут в следующий заезд. И, конечно, отправят на переработку. Все завязано на том, что в Московской области и Москве очень большое представительство перерабатывающих компаний. Конкуренция высокая, поэтому забирают много мусора и сортируют. Спасибо тебе, удача. Вообще благоустройство набережной продолжит. Например, будет высадка деревьев. И здесь интересно, что никакого конкурса или какой-либо конкуренции среди подрядчиков не будет. Всем будет заниматься одна организация. Потому что любое задание – это задание от администрации. И тут, наверное, делать уже выводы вам. Анастасия Наборщиков, Вадим Быстревский. День с толком. От набережной непосредственно к самой реке. Жители городов по течению одной из крупнейших в мире рек в последние годы говорят, что опь милее. Стоит ли переживать барнаульцам? И действительно ли мы теряем важную водную артерию? В нашем сюжете. Вода уходит, обнажая корни деревьев. Так мог начинаться сюжет о том, что опь милеет. Пока катастрофы нет. Хотя периодически река и преподносит сюрпризы. В прошлом году суда речпорта не смогли зайти в затон на зимовку. Воды было очень мало. Вода у нас как бы регулируется, во-первых, температурой, то есть, во-первых, дождями, это во-вторых уже. И уровни воды естественным образом к концу навигации, август месяц, сентябрь падает очень сильно, даже на несколько метров. То, что год от года разное количество воды, кто страдает? Это вот, наши уважаемые речники. Вот для них важно, понимаете? А для остальных людей, вот этот чуть выше, чуть ниже уровень. Как настоящий ученый, Владимир Кириллов относится философски к колебаниям в несколько метров. Спады и подъемы объясняет динамикой реки. Весной, за счет таяния снега, уровень растет. В водосборный бассейн у реки Аби 3 миллиона квадратных километров. Это две Монголии или одна Якутия по площади. Вот это такой большой-большой участок суши, с которым вода стекает в реку Опь. Есть многолетняя динамика. И объем этой воды может меняться до 10%. А если весной добавить дожди, как было в 2014-м, река уже начинает топить. Уровни Аби фиксируют с 1933 года. Максимальный подъем был в 1969-м, рассказывает старший научный сотрудник ИВЭП Владимир Галахов. Год минимального не установлен. Вот 220 – это у нас самый-самый минимум за период наблюдений. 620 – это самый максимум наблюдений. А в этом году максимальный уровень достиг 404 сантиметров. То есть, в принципе, это среднее. Если у нас не будет дождей, то в июле, особенно в августе, в сентябре, река действительно достаточно сильно обмелеет. Но опять же, в пределах нормы. Проблему обмеления ученые отрицают. Говорят, у нас мало факторов, влияющих на это. Например, нет ГЭС. Зато специалисты советуют не забывать про загрязнение воды. К этому человек причастен напрямую. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Центробанк России в конце прошлой недели снизил ключевую ставку до 9,5%. Вслед за главным банком понижать ставки начали и другие. Падает ключевая ставка, снижается ставка по ипотеке. Это уже закономерность. Что ждет рынок недвижимости в ближайшее время, рассказала нам президент Союза риэлторов Барнаула Алтайского края Марина Ракина. Начало июня для нас показательно тем, что наши клиенты стали потихонечку оживать, возвращаться в рынок. Появилась определенная активность. На сегодня мы видим активность на вторичном рынке. В том, что ставка снижена, и люди готовы идти на просмотры, готовы приобретать квартиры. И на вторичном рынке сегодня легче торговаться, потому что это другое физическое лицо. Там нет закрепленной стоимости. Клиенты разделились на два лагеря. Один лагерь находится в состоянии ожидания, но раз ставку понизили, и цены немножечко опускаются, мы подождем еще. А вторая часть решает свои жилищные вопросы и понимает, что, в принципе, продав свою квартиру по стоимости сегодня, добавив небольшую сумму кредита под ставку, которая уже снижена, то, соответственно, они могут уже спокойно переезжать и решать вопросы с новой локацией. Дети идут в школу, студенты поступают в институты. И вот эта активность нам дает возможность думать о том, что все у нас стабилизируется, и больше не будет таких эмоциональных штурмов. Был период, когда наши клиенты снимали, приостанавливали продажу в связи с тем, что не понимали, какая стоимость будет, скажем так, завтра у этой квартиры и смогут ли они что-то в себе взамен купить. Поскольку сейчас идет плавная стабилизация цены, то больше предложений стало выходить, потому что оживление определенное происходит, люди готовы сегодня двигаться дальше. По ставке сегодняшней по ипотеке, она была 11% годовых, сейчас она 10,5%. Ну, это у каждого банка свои программы с первоначальными взносами. Это то, что касается вторичного рынка. И то, что касается первичного рынка, то ставка стоит, скажем так, в пределах 9%, 8,9%. Есть семейная ипотека, это 5,4%. Есть сельская ипотека, 2,7%. Поэтому выбора программ сегодня на самом деле масса. Для наших клиентов на любой, скажем так, вкус, цвет и кошелек. Еще одним трендом сегодняшнего дня является на первичном рынке это субсидирование со стороны застройщика процентной ставки. Например, скажем так, ставка с господдержкой – это 8 годовых, а ставка со стороны, скажем так, застройщика – это и 6, и 5, и даже есть у нас застройщики, которые из других регионов предлагают нам ставку 0,1% годовых. Поэтому наши клиенты на первичном рынке тоже рассматривают возможность инвестирования и под такие проценты. Мы понимаем, что сейчас образовываются определенные цепочки, как это было некоторое время назад, когда, продавая однокомнатную, добавляют ипотечные средства, и материнский капитал покупает двухкомнатную или трехкомнатную квартиру. Наш главный девиз – «Живи здесь и сейчас, решай вопросы жилищные сегодня». Мы понимаем, что все плавно идет к определенному стагнации, спокойной, ровной, по ставкам, по банковским продуктам, потому что покупательский спрос сегодня оживает, потому что сегодня у нас продавцы готовы все-таки идти переезжать. Поэтому мы понимаем, что к осени будет определенное, продолжится вот это оживление, плюс добавятся наши текущие сезонные покупатели, это те, кто, опять же, студенты, поступили в институты или пожили год в арендованном жилье и захотели что-то купить, плюс программы социальной поддержки, которые сегодня государство прорабатывает, в том числе для программистов, для IT-специалистов, льготной ипотеки на первичном рынке. Поэтому мы ожидаем постепенное оживление, но и к осени, скажем так, стабильно вернуться в ту жизнь, которая была у нас активная и с хорошо продаваемыми объектами недвижимости. Продолжим. В Барнауле на этой неделе массово сдавали кровь. Волонтеры ждали на площади Сахарова, акцию приурочили ко дню донора. Кстати, в Алтайском крае больше 25 тысяч людей, спасающих жизни, и эта цифра по статистике только растет. А мы напомним, кто может стать донором и как часто можно сдавать кровь. Жирное, жареное? Не ели. За 2-3 дня готовились. Легкий завтрак сегодня, чай. Каша на воде, пряник можно. А алкоголь за 2 суток не принимаете. Это минимальное требование перед тем, как стать донором. По словам врачей, необходимо также пить много воды и на время убрать из своего рациона яйца и бананы. Ведь употребляя эти продукты, кровь становится похожей на сметану, более жирной, а такую не используют для переливания. Кстати, всемирная доза помощи, то есть количество единовременно сданной крови одним человеком составляет 450 миллилитров. Это очень актуально. У нас много больных, много заболеваний по онкологии. Сейчас большому количеству людей требуется переливание крови. Донорство – это очень важный компонент нашей жизни. Он спасает много-много людей, помогает преодолеть заболевания и изменить последствия. Самыми востребованными по данным врачей остаются вторая группа крови и первая с отрицательным резус-фактором. Только во вторник в передвижной фургон центра крови пришли более 200 доноров. Это и чиновники, и студенты разных вузов, а также сотрудники полиции и МЧС. Всегда приглашаем доноров, ждем. Мы принимаем их без очереди у нас в центре крови. А сколько раз давать? Сейчас я посмотрю. Вы сдали пять раз. За год мужчина может сдать. Пять раз за год. По статистике, в прошлом году в регионе собрали более 34 тонн донорской крови. Им говорят, этого хватит, чтобы спасти жизни тысячи человек. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Кстати, завтра свой профессиональный праздник отметят те, кто лечит нас и спасает жизни. Медицинские работники. Накануне праздника мы встретились с министром здравоохранения региона Дмитрием Поповым. Обсудить ту реальность, в которой оказалась медицина и ее сотрудники после двух лет пандемии и непростой экономической ситуации. По словам министра, количество выпускников медицинского вуза и число увольняющихся из отрасли практически сравнялось. Поэтому власти разработали целый ряд мер поддержки. Не только выпустить, обучить студента, будущего доктора или фельдшера, или медсестру надо. Но и надо, чтобы он укоренился в той медицинской организации, куда он трудоустроится. И сегодня большое у нас вот такое, большое движение среди медицинского персонала в части трудоустройства и увольнения. Здесь акценты расставлены на доплаты ежемесячные в виде таких гарантированных сумм для фельдшеров, как раз таки, ФАПы, скорая помощь. И для, скажем так, остро-дефицитных наших специалистов это терапевты-педиатры. По другим специальностям также мероприятия, и это в большей степени акцент на межрайонные центры, хирурги, анестезиологи, акушеры, гинекологи, узкие специалисты, которые работают, также оказывая экстренно неотложную помощь за разъездной формат работы. Они страхуют, как правило, наши центральные районные больницы, где недостаточный уровень укомплектованности. И у них также доплаты до 10 тысяч рублей. Мы ежемесячно планируем и будем это делать. Получается, главные горячие точки – это центральные районные больницы сейчас? Не всегда. Дело в том, что у нас уровень укомплектованности, например, по поликлиникам города Барнаула, где-то даже хуже, нежели в центральных районных больницах. И здесь соблазны города, будем говорить, в виде частных практик, серьезных частных медицинских организаций, значимо выше. Это с одной стороны. Но с другой стороны, иногда уровень укомплектованности в ЦРБ выше, но если уезжает один специалист, то для района это потеря, может быть, даже 50% уровня укомплектованности. Поэтому там важно все-таки, чтобы специалисты оставались и работали. Разные ситуации, и у нас сегодня уровень укомплектованности в поликлиниках даже выше, нежели в стационарах. Поэтому здесь организация и стимул для работающих в круглосуточном режиме также у нас должен быть. А не усугубилась ли еще ситуация после закрытия некоторых ковидных госпиталей? Ситуация по оттоку кадров, и в большей степени это связано с переездом в другие регионы Российской Федерации. В большей степени это западная часть России, Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Изначально с иным уровнем дохода, действительно, и в ковидную историю, теперь будем уж говорить, да, этот отток действительно усилился. Вторая часть, куда убывает наш персонал, ковид, увы, сыграл отрицательную роль, и наши пенсионеры, отток именно пенсионного возраста усилился в этот период. Ну, и частные медицинские организации, это третья, наверное, такая ниша, куда наши медработники переходят. Ну, вот здесь вопрос, наверное, содружественный. Вот этим комплексом мероприятий мы пытаемся выровнять уровни дохода с нашими соседними регионами Сибирского федерального округа, чтобы, во всяком случае, у этих специалистов не ниже была зарплата. Ну, и есть ряд федеральных инициатив, сейчас проходит пилот в семи регионах России, который как раз-таки нацелен на иную форму оплаты труда, работы медицинских работников. Я надеюсь, что как раз-таки за счет этого выравнивание между субъектами и переезды внутри России между субъектами минимизируется. А если коротко, то в чем суть, в чем подход? Подход и сделать единый, ну, назовем так, единый базовый уровень оплаты труда с какими-то отдельными региональными особенностями. Все это выровняет в какой-то степени, сразу скажу, вот эту сетку зарплатную между субъектами, и стимулов, ну, скажем так, ехать подзаработать в другой субъект, ну, наверное, станет поменьше. И это гарантирует уровень оплаты труда в разных субъектах. Где-то, вот как у нас, мы сегодня имеем оплату труда среди медицинских работников ниже, чем во всех субъектах Сибирского федерального округа. То есть это связано с уровнем экономики, с нашими социальными возможностями, которые есть. Вот за счет этого выравнивания мы надеемся, что все-таки изменится и оплата труда. Перейдем к вопросу лекарств, потому что весной люди жаловались на нехватку их из-за санкций. Что сейчас происходит с этим? Ну, в большей степени, наверное, мы столкнулись с определенной нехваткой лекарственных препаратов в коммерческом сегменте. По льготным лекарственным препаратам у нас такого напряжения не было. И здесь предварительная работа прошлого года и закуп централизованный, который мы проводим, позволяет сформировать остатки и переходящие остатки. Поэтому пока у нас напряжения именно в льготном отпуске нет. По коммерческому сегменту в большей степени, наверное, столкнулись люди с, опять-таки, тем повышенным спросом и ожиданием людей о том, что не будет лекарственных препаратов. Люди закупались, будем говорить так уж, в аптеках на будущее. Поэтому сегодня уже такой ситуации нет. Рынок насытился. Более того, по данным Минздрава России, по этой номенклатуре лекарственных препаратов в обороте находится более годового запаса. И поэтому, знаете, наверное, сродни как с сахаром. Ну, да, сожиотировали, побежали, закупились, рост вызвали цены. Где-то даже дефицит. Сегодня на рынке, соответственно, этот дефицит покрыт. Ничего не случилось. Более того, отечественная фармотрасль активно все-таки адаптируется к этому. И основные направления закрывает. Ни один иностранный фармпроизводитель не заявился о том, что он уходит с рынка. И у нас заключенные контракты, они сегодня исполняются. А что касается медицинских объектов. Уже есть такие, которые пришлось поставить на паузу строительством? У нас нет таких объектов. Есть у нас, наверное, в большей степени это связано с удорожанием строительных материалов. И здесь произошло у нас переосмечивание. И заново мы должны были зайти в госэкспертизу для того, чтобы иную стоимость подтвердить уже на этот объект. Это было сделано до мая месяца. И у нас переоценены и фельдшерско-акушерские пункты, и врачебные амбулатории. Сейчас у нас документация на рассмотрении по, например, Смоленской центральной районной больнице. И по задаче у нас в августе месяце выдать эту проектно-сметную документацию с иной, наверное, ценой, нежели чем иная изначально планировалась. ФАПы. Мы, по сути дела, все отторговали сейчас на заключение контрактов. В этом году у нас 18 ФАПов. 10 врачебных амбулаторий. Мы сейчас также проходим госэкспертизу. И по плану у нас до конца июня провести торги и в июле выйти на контрактацию уже по этим объектам. То есть это объекты вводные в этом году. Полную версию интервью, где Дмитрий Попов рассказывает о снижении коллективного иммунитета от коронавируса. И чем алтайская медицина может по праву гордиться, смотрите на нашем ютуб-канале. А я продолжу. Конец июня. Разгар туристического сезона на Алтае. Алтайские базы отдыха заполнены почти на 100%. И это при том, что практически на все туристические услуги в этом году цены выросли до неприличия. По понятным причинам туры за рубеж стали менее доступны. Это спровоцировало большой поток гостей, преимущественно из Центральной России. А смогут ли алтайские жители отдохнуть в предгорьях, выясняла Валентина Аскерва. База на Бирюзовой Катуне. Сегодня здесь гостят туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, сибирских регионов, Новосибирска, Омска и Томска. Свободных мест до конца августа в отелях особой экономической зоны практически нет, рассказывают менеджеры. К сожалению, приходится отказывать. Уже мест нет, а максимум остаются сутки где-то, где-то двое суток максимум. В этом году я могу посмотреть по соседним базам. Даже Бирюзовая Катуня, она вся забита, она вся полная. Специалисты в области туризма отмечают, в этом году выросла и стоимость отдыха на Алтае. Кто-то поднял на 10%, а кто-то и того больше. Но туристы соглашаются платить. Альтернатив для отдыха в стране не так много. Сама я родом из Новосибирска, поэтому это достаточно близкий регион к нашему, прекрасно подходящий для туризма, так скажем, поскольку сейчас такая ситуация у нас в стране. Вот решили спустя 16 лет вновь посетить Алтайский край. Я знаю, что соседние базы еще выше делают цены в связи с тем, что российским туристам в этом году, ну у них в принципе мало выбора, куда поехать отдыхать. Сейчас большой поток людей именно на Алтай. И в связи с этим соседние базы многие очень вот хотят выиграть на этом и задирают цены. В среднем стоимость номеров на базах Бирюзовой Катуни, судя по интернет-сайтам, варьируется от 4 до 12 тысяч рублей и даже выше. Приблизительно такая же стоимость на базах озера Ая. Но с новыми ценами пришел и хороший сервис, отмечают эксперты туротрасли. И дело даже не в красивейших коттеджах с развитой инфраструктурой. Даже уровень сервиса на пути в Алтай в придорожном кафе, это уже не в формате, знаете, когда женщина, такой кафу брать будете, вот такому, будете или не будете, а уже там приятно, тебя приветствуют, тебя предлагают, там оплата карты, там сопровождают, обратить внимание на это, на то, это восхищает. Помогать развивать туризм, улучшать уровень сервиса в Алтайском крае будут и студенческие отряды. Это было анонсировано в рамках молодежного форума АТР, который не так давно проходил на Алтайской земле. Туризм внутренний стал развиваться, естественно, требуется больше рабочей силы, да, вот, и поэтому, ну и в принципе, и у ребят, у студентов тоже появляется запрос на то, чтобы работать в сфере гостеприимства. Единственный момент, что не все это достаточно развито сейчас, и сервис в том числе недостаточно развит, и наша задача, чтобы наши ребята, приехав трудиться на какой-то, допустим, сервисный объект в сфере гостеприимства, во-первых, обладали должными компетенциями, да, повышать статус бойца именно сервисного отряда. Многие бойцы студенческих отрядов отправятся поднимать туризм в санаторий Алтайской здравницы, где, к слову, цен на отдых тоже кусаются. Отсюда невольно следует вывод. Нашим землякам в этом году стоит затянуть пояса и, видимо, приобретать палатки. Ведь на Алтае много мест для кемпинга. Дешево, сердито и все та же красота. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Анастасия Бертенева. День с толком. В Барнаульском музее «Город» работает выставка, на которой можно проследить, как менялся облик Барнаула в течение 30 лет. В честь юбилея творческой архитектурной мастерской «Классика» ее руководитель, знаменитый барнаульский архитектор Александр Деринг, решил поделиться с земляками своими лучшими проектами. Подробности в сюжете. Посмотреть, как менялся город и каким мог бы стать, если бы все эти проекты удалось реализовать. Путь архитектурного становления Барнаула изложен на 30 планшетах. Столько же лет назад открылась творческая мастерская «Классика», которая спроектировала самые известные объекты краевой столицы. Если внимательно почитать небольшие короткие события, которые на каждом подрамнике, то можно проследить историю страны за 30 лет. Потому что там мы описываем и жизнь в нашей мастерской, и что происходило вокруг нас. Ну и, конечно, такой срез архитектурный, то есть как развивались и вкусы, и события, и стили, и направления. Это здесь все, конечно, есть. А еще на выставке есть макеты, которые с приходом 3D-моделирования стали создаваться все реже. Есть те, которые успешно реализовались, а есть и другие, которые воплотить в жизнь так и не удалось. Очень интересный был нам предложен вариант. Это пешеходного моста, который идет над вот этой развязкой всей и уходит на набережную. То есть можно спокойно прогуливаться, даже на велосипеде проехать и спуститься. Ну вот такая идея была. Идей за 30 лет было много. Сосчитать количество проектов не может даже сам руководитель мастерской. Говорит, сбились со счета после 500. Но свои любимые и одни из наиболее успешных работ называет сразу. В 2005 году мы построили пассаж, магазин на Старом базаре. И вот время прошло, и мы понимаем сейчас, что это уместная постройка. Она прижилась, она стала действительно классической такой. А сейчас, да, нам кажется, что интересный будет комплекс «Локомотив» жилой, который сейчас строится. С ним тоже целая история связана. Она начинается еще с 2014 года. И мы его не то чтобы выстрадали, но это был такой непростой, сложный проект. И радостно то, что сейчас он как раз реализуется. Место для размещения выставки тоже выбрано не случайно. Где, как ни в музее и город, говорить об архитектуре Барнаула. Конечно же, в глубь истории мы всегда уходим. Как начинал застраиваться наш Барнаул, как появлялась первая архитектура, как его называли, маленьким уголком Петербурга из-за красивых зданий. И приятно посмотреть, что в современное время эта тенденция сохраняется. За первую неделю выставку посетило порядка ста человек. Увидеть ретроспективу архитектуры Барнаула можно до 10 июля. София Иценко, Вадим Быстревский, День с толком. Буквально вчера наши корреспонденты решили сходить в кино. Помня, что на зарубежные, преимущественно голливудские фильмы, наложено табу. Сейчас кинозалы украшают постеры фильмов российского производства. Да и идут. Там в основном российские и даже популярные советские картины. Люди в залах есть, но кинотеатры терпят колоссальные убытки. Как они пытаются выходить из сложной ситуации? И готов ли кто-нибудь бросить стремительно идущим на дно прокатчикам спасательный круг? Узнавала Валентина Аскерова. С вами одной девчонки, только не наберу две короткие. Хотелось бы сказать, что на большом экране новая интерпретация фильма Сергея Соловьева «Асса». Но нет, все та же картина 1987 года. Подностальгировать об ушедшем времени пришло около 20 человек. Как ни странно, молодежь. И то по большей части из-за звезды вне времени Виктора Цоя. Вы совсем юные и вы сегодня здесь. Почему? Чтобы знать, с чего именно все начиналось. Почему сейчас пришла индустрия кино и что было раньше. Чтобы знать историю. Потому что в таких фильмах важную часть имеет исторический контекст. Кино в принципе интересно. Так что большой экран, я думаю, это атмосферу какую-то добавляет. Но в любом случае это и так стоит на маленьком. Безусловно, плюс еще ответственнее к этому подходишь, к просмотру. Потому что ты смотришь и как бы вот. Еще не заплатил за билет. Ну да, есть такая история. На что бы сейчас хотели сходить? Я бы посмотрела на самом деле что-нибудь из Марвел. Вот я бы хотела построить Морвиус, который вот на скорости не вышли. Прокатчиков лихорадит уже третий год. В 20-м году пандемия закрыла кинозалы. Потом были небольшие послабления в виде частичной заполняемости. И вроде бы кинотеатры постепенно начали возвращаться к привычной жизни. И тут как гром среди ясного неба. Политическая ситуация в мире. Прокатчики получили новый разряд тока. Мы лишились прибыли. Санкции со стороны недружественных государств. И здесь действительно те взаимоотношения с иностранными прокатчиками, которые сегодня отказались работать с нашими представителями бизнеса киноиндустрии, в том числе куда входят и алтайские предприниматели, к сожалению, сегодня не позволяют им сформировать при нынешних обстоятельствах нужный поток клиентов для того, чтобы обеспечить доходность этих предприятий. То, что прокатчики – одна из самых пострадавших отраслей, признает и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов. Однако добавляет, на федеральном уровне кинотеатрам пока помочь не могут. Правительство Российской Федерации ту меру, хотя и наш институт, например, уполномоченных предлагал им оказать помощь, они не оказали. То есть там как бы на кинопроизводство, может быть, больше денег потрачено. Но в целом люди, то есть тот поток фильмов, который он был, его просто не восстановишь. Михалков не выпустит фильм за два месяца, на который придет столько, сколько там придет на аватары. Осипов отметил, что будут рассматривать краевые меры поддержки. Однако конкретики до сих пор никакой нет. А зрителям ничего не остается, как идти на фильмы минувших лет. Перемен требуют не только сердца зрителей, но и сердца владельцев кинотеатра. Советские фильмы в кино – это, конечно, хорошая история, но все-таки хотелось бы, чтобы афиши у кинотеатров были более разнообразные. Причем неважно, какие фильмы, какого производства здесь будут транслировать, главное, чтобы они были новые и современные. Кстати, кинотеатры в регионах сокращают часы работы или показывают кино только в выходные дни. К примеру, соседняя Кемеровская область. Из-за убытков решила закрыть некоторые кинозалы. Ждет ли такая судьба алтайских прокатчиков, покажет время. А между тем, по оценкам экспертов, к концу этого года убыток отрасли превысит 11 миллиардов рублей. Валентина Аскерова, Анастасия Бертенева. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok